Хей, всем привет. Тема моего доклада звучит как X-Files тестировщика, но как бы прежде чем к ней перейти, давайте сначала немножко познакомимся. Меня зовут Макаренкова Анна, я являюсь ведущим инженером по тестированию в компании Mail.ru. В тестировании я работаю порядка 7 лет, из которых 6 лет я, собственно, лучшие годы своей жизни отдала этой компании. Вот, в данном докладе, который меня, мягко говоря, заставили здесь читать, это как бы очень близкая мне тема, это регламентная база. Она достаточно банальная, эта тема, но, как сказать, не во всех компаниях регламентная база вообще имеет место быть. Давайте сначала, собственно, рассмотрим, а зачем она нужна. На самом деле зачем? В нашем менталитете фраза «работает не трогай» засела настолько глубоко, что я лично уже не представляю жизни без этого направления. На самом деле мы действительно можем общаться в чатиках, мы можем всю информацию хранить где-то в своих закладках, документах, блокнотиках. Зачем же действительно иметь еще какое-то место, в которое надо дополнительно что-то запихивать, да еще и тратить время на это запихивание. Собственно, мы этому менталитету придерживались достаточно долгое время, мы не хотели ничего делать, мы упирались, мы жестко упирались. При этом все рабочие процессы, они росли, усложнялись, команда росла, и все время, которое мы тратили на объяснение друг другу, по факту каких-либо элементарных вещей, оно просто разрасталось до неприличных размеров. И, конечно, мы понимали, что нам это все необходимо, мы проходили просто через все стадии принятия, мы это отрицали, что нам все нормально, все зашлись, мы злились, вы даже не представляете, насколько мы злились, поскольку тестирование никуда не ушло. Нам помимо того, чтобы писать документацию, нам необходимо еще тестировать кучу-кучу-кучу всяких проектов, которые приходят одновременно и желательно должны быть протестированы вчера. Вот мы торговались, мы плакали, все это было, но, как и любой хороший период жизни, этот наш период закончился, у нас сменился начальник, к нам пришел Леша, и он нам начал задвигать теории светлого будущего, что на самом-то деле в компаниях все хорошо, что у нас тоже может быть все хорошо, и мы, вдохновившись идей светлого будущего, мы тоже так сделаем, мы сможем, мы высвободим себе время хотя бы таким малым путем. Но светлое будущее – это светлое будущее, и сумеречное настоящее от нас никуда не делось. Тестировать все равно приходилось много, и куда же в это время нам засунуть нашу документацию. И мы начали пользоваться теорией малых дел. То есть мы практически каждый день понемножку начинали с элементарных тем и заносили их в нашу регламентную базу. Для примера это оформление баг-репорта, оформление списания времени, и как же мы работали с нашими тест-циклами. При этом мы старались не только писать, что надо делать и как надо делать, мы старались до людей вообще донести, зачем это все. Когда человек понимает, зачем ему все это надо, у него уходят эти автоматические действия, на которых он может просто, грубо говоря, на каждом шаге ошибиться. После того, как мы пользовались этой теорией малых дел, мы все наращивали, наращивали, наращивали свою регламентную базу, и перед нами встала проблема в том, что документов слишком много, и это удобно тому, кто создавал, но неудобно нашим коллегам, потому что все это лежит в одном репозитории, как же вот среди вот этой документации найти то, что нам надо. И, соответственно, мы начали структурировать. Всегда храните всю свою документацию в структурированном виде. Например, в нашей команде это разбито на несколько блоков. У нас есть блок ручного тестирования, у нас есть блок автоматизированного тестирования, мы также вынесли отдельно планирование наше, туда же в нашу вику систему мы запилили наш тест-дизайн, все это распределили по проектам, чтобы ребята, которые работают в разных командах, всегда могли из одного репозитория найти все, что им надо, и чтобы это все им было, собственно, удобно. И, собственно, здесь гуляет такой небольшой подводный камень, когда у вас есть какой-либо золотой документ, в котором вы можете описать все, чтобы к вам не приходили с глупыми вопросами. Я думаю, к многим из вас с этими глупыми вопросами приходили. Хочется найти какую-либо золотую такую отсылку, где мы записали все случаи, которые только может в вашем отделе произойти, и всех, как только приходится с вопросами, иди в вики. Но, к сожалению, это так не работает. Частные случаи, они всегда являются частными случаями, невозможно их предугадать, абсолютно невозможно, и всегда найдется какой-то менеджер, который, например, не хочет работать в портфлоу, и ему нужно обойти эту ситуацию. Все это не опишешь. К тому же у нас, например, вот это вот соблазн записать все прям досконально возник в тот момент, когда к нам пришло одновременно четыре джуниора. Один джуниор – это сложно, потому что он выедает достаточно много времени у своего наставника. Два джуниора – это очень сложно. Четыре мы просто хватались за голову, господи, куда от них деться. Это маленькие спиногрызы, которые просто закидывают вас вопросами, что, где, куда, зачем, кому, зачем. И просто сидишь такой, господи, зачем все это надо? Уже сам не понимаешь, зачем это все надо. И, собственно, мы задались вопросом, а почему бы нам не расширить нашу документацию? Да, конечно, хотелось расширить все везде и сразу, но мы проанализировали то, что у нас уже есть в наличии, и поняли, что для среднего специалиста по тестированию наша документация вполне сносная, скажем так. А для человека, который от тестирования достаточно далек, мы сделали, собственно, небольшие сноски. Практически в каждом нашем документе есть небольшая ссылочка на какие-либо онлайн-курсы, чтобы человек мог, абстрагируясь от тех реалий, которые происходят непосредственно в нашей команде, они могли бы вообще познакомиться, как это происходит в принципе в мире. Также мы с темлидами долго сидели, собирали, скажем так, места, скажем, грабли, куда постоянно натыкались не только новички, туда постоянно вступали и старички, это святое место, где можно ошибиться. Такие места мы тоже рекомендуем выделять прямо отдельными информационными блоками, чтобы иногда и самим бы обновить свою память. В принципе, у регламентной базы есть не только плюсы, это к сожалению. Есть минусы. Этот минус я ненавижу больше всего. Ее никто не читает. Это просто как ножом по сердцу. Каждый раз, когда все написано в документации, приходит кто-то и начинает спрашивать, а вот здесь как? Я это все написала. Ну там же долго искать. Все структурировано. Но, к сожалению, я думаю, от этого никак не избавиться, поэтому мы, собственно, живем с этим. И, наверное, все-таки главная проблема регламентной базы, что необходима ее актуализация. Когда документации как бы достаточное количество, то есть достаточно много, это всегда сложно. Поэтому мы не торопимся ее актуализировать. Скажем, мягко говоря, вообще не торопимся. Но вы можете сказать, что мы ленивые тюлени. На самом деле мы предусмотрительные тюлени. Очень многие изменения в workflow, в каких-либо ваших параметрах для тестирования, они могут иметь экспериментальный характер. Поэтому это далеко не значит, что если сейчас поменяли, надо просто сломя голову нестись и менять полностью свою документацию. можно как бы разделить это на какие-либо участки. Например, временные. Что произошел эксперимент, вы подождали 2-3 недели. Если за 2-3 недели это все практически устаканилось, всех все устраивает, собственно, можно поменять свою регламентную базу. Можно как бы не временные, если, например, по итерациям. Выпустили несколько итераций, если это все зашибись, всем все нравится, снова-таки все это меняем. Это, собственно, весь мой короткий доклад, который я хотел вам рассказать. Подведем итоги. Документация, само собой, нужна. Я думаю, все это понимают. И главное не лениться и все-таки ее делать. Не пытайтесь описать абсолютно все ситуации. Это невозможно, это не нужно. Старайтесь хранить свою документацию актуальной. Но главное не торопитесь, немножко побудьте тюленями. И мне в конце доклада Леша сказал, чтобы я передала вам, что у нас все с документацией хорошо, что мы движемся к светлому будущему. Но мы, конечно, в это верим. Ну и напоследок читайте чертову документацию. Спасибо. Друзья, вопросы? Можно я скажу, не знаю. Вопрос по обновлению документации. Первый. Как часто джуниоры случаются? В нашей компании джуниоры… Ну, наверное, раз в три месяца, может быть, раз в полгода у нас появляются джуниоры, которые… Поделиться нашей практикой по обновлению документации, когда приходит джуниор, и у него возникают какие-то вопросы, которые он не нашел в ответ документации, он находит ответ и пишет их туда. Это на самом деле замечательная практика, но у нас были джуниоры, которые хотели принести свой клад, и мы немножко их стопанули на этом же моменте, потому что… Нет, не лучший вариант. Совсем не лучший. Но они просто понимают со своей колокольни, мы все-таки понимаем со своей колокольни. Ну, естественно, ревью ведь потом. Ну вот, да. Соответственно, это не всегда срастается. Спасибо. У меня вопрос больше по технической части. Какую платформу вы используете для ведения документации? У нас все хранится в конфлюенсе. Вот. Поставите в системе конфлюенса. Все там. Спасибо. Спасибо. Еще. Применяется ли ваша документация вот при ежедневной работе, когда нужно именно конкретно эти задачи делать, а не только при обучении? Ну, не скажу, что прямо в ежедневной, но у нас в документации есть такие документы, в которых лежит полезная информация для тестирования. То есть, например, два раза в неделю в эту доку люди заглядывают там для тестирования определенных моментов. Есть те, которые, ну, чуть пореже, но, тем не менее, это не только при обучении. Спасибо. Я позволю себе сразу немножко добавить. На некоторые документы мы даем ссылки, например, прямо при постинге тасков в Jira. Например, разработчик хочет поставить таск, у него есть какое-то поле, которое он не знает, как с ним правильно работать, и прямо в description к этому полю ссылочка на страничку в конфлюенсе, в которой он может узнать, какую компоненту проставить, как приоритет определить и так далее. Я тогда, в свою очередь, поделюсь своей практикой. Я в ежедневной работе. Если есть какая-то многосоставная штука, какой-нибудь процесс, чтобы все не забыть, я просто открываю этот документ и по нему уйду. Если уже мне когда-то сказали, что он поменялся, я просто в процессе выполнения этих инструкций, я их же обновляю. Таким образом, я просто ленюсь помнить все. Тюлени с вами. Еще вопросы? Добрый вечер. Есть ведь тест-дизайн и спецификация требований. Есть рефакторинг. Зачем нужны еще какие-то документы, которые вы тратите свое время, помимо того, чтобы на проведение тестов, на обучение других, и еще куча времени, чтобы записать в отдельный файлик. Ведь это все обновляется. И есть бизнес-аналитики, которые, в принципе, тоже от релиза к релизу пишут документацию, по которой вы работаете. На самом деле в нашей документации хранится не только то, что вы перечислили. У нас достаточно сложный workflow. То есть именно взаимодействие между командой менеджмента, командой тестирования, командой разработки. И вот эти моменты мы обязательно храним в конфлюенсе, потому что здесь не только джуны иногда путаются, иногда у нас просто из ушей все течет, и мы не понимаем, что надо делать в тот или иной момент. Вот, поэтому конфлюенция… Кто там что не понимает? Кто? Я как верховный надзиратель добавлю, что это не только уголовный, но и процессуальный кодекс. То есть там действительно описаны вещи, как правильно нужно действовать в той или иной ситуации, а не столько информации по продукту. Есть вопросы еще? Ольга, ты хочешь спросить, когда кофе-брейк? У меня есть вопрос. Когда ты что-то покупаешь, как часто ты читаешь инструкцию до того, как начинаешь пользоваться? Никогда. Правда? Когда сломался, я тоже не читаю. У меня муж есть. Ты предлагаешь нам для нижегородского офиса, где у нас в основном девушки преобладают. Ты хочешь новую должность? Муж на час там или как это? Ну, типа, я не нашла в конфлюенции. Если это будет прибыльно, я не против. Я не нашла инструкцию в конфлюенции. Найдите мне мужика, который мне объяснит. Если это будет приносить деньги в семью, я вообще прям, я только за. Вопрос? Такой вопрос. А если, например, происходит изменение в Трудовом кодексе, в законодательстве, еще где-то, что влияет, например, на тестовую документацию, если, например, у вас какие-то блоки на этом завязаны, да? Вот за это кто отвечает? То есть аналитик или кто-то другой обрабатывает такие вещи? У нас что-то завязано на этом? К сожалению, не могу на этот вопрос ответить. У нас такой проблемы нету. Я не сталкивалась. Спасибо за доклад. У меня вопрос, собственно, такой. Насколько вот введение четкого регламента сократило, может, время обучения новых сотрудников? Ну, просто в моей практике мы пришли к такому выводу, что проще всего человека было погрузить, например, так как, ну, я выполнял роль наставника, и человек вместе со мной некоторое время работал, и прямо в процессе было прямое общение, и все вопросы разъяснялись. Также вся команда участвовала в том, чтобы помочь новому человеку влиться, какие у нас есть процессы. Да, у нас есть некоторая документация, но она на случай просто как напоминание. Но обучение непосредственно происходит при живом общении. Если человек что-нибудь забыл, он может обратиться к документации. На самом деле мы тоже при обучении стараемся новых сотрудников погружать непосредственно в функционал, с тем, с которым мы работаем. Документация у нас направлена именно на рабочие процессы, как я уже говорила, на взаимодействие между командами. Поэтому, чтобы человек не терялся в происходящем, он изначально читает эту документацию, потом знакомится с функционалом. В дальнейшем он постепенно вливается в работу в команде. И вот это время, скажем так, те знания, которые он получил из документации, достаточно упрощают нашу жизнь, жизнь темледов, потому что он уже знает, к какому человеку обратиться. Он не будет писать нам в чатик, ждать, пока мы отпингуемся, освободившись от своих дел. Это помогает не только нам, но это помогает человеку, чтобы не ожидать длительное время пинг от лидов. Ну то есть документация – это такая вводная, а потом все равно уже идет непосредственно общение с человеком, все вопросы, которые еще… Да, конечно. Мы не бросаем человека на произвол судьбы, мы все-таки подготовим. Тогда такой вопрос. Если документация, она имеет свойство устаревать, может какая-то информация неактуальная быть, и регламент может поменяться, если пройдет еще цикл обновления, ну, например, человек может действовать согласно каким-то старым процессным вещам и выполнить работу, например, не так, как она сейчас задумывается. Кто ответственный за это, и кто в команде обновляет документацию, собственно, как происходит процедура ревью, обновляет это только тест-леды, или вся команда участвует там, и на ком ответственность, если человек работает неправильно? Видимо, ответственность на мне, потому что обновляю всю документацию я. На самом деле у нас процесс устроен так, что если наша документация устарела, человек уже чисто физически не сможет действовать по старой документации, потому что он в определенный момент просто упрется в тупик, потому что он придет, например, какому-либо менеджеру, он такой, не ко мне, типа, иди спроси там, у того-то, того-то. Ну и, соответственно, мы уже все-таки на испытательном сроке мы мониторим работу наших новичков, и мы не допускаем таких ситуаций. Ну и к тому же мы своих новичков иногда, скажем так, тестируем в данном плане, мы знаем, где у нас документация просажена, где она немножко устарела, и, собственно, мотаем себе на ус. Человек внимательно, он вообще заметил вот это или не заметил. Мы как бы еще пользуемся этим. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Никто не хочет на кофе-брейк? Нет. Так вот, один очень хороший человек сказал, что плохой софт не имеет документации, а хороший софт вообще не нуждается. Так не проще ли потратить время немножко на человека, чем постоянно переделывать и поддерживать документацию? Мы как бы можем себе позволить все-таки тратить время и на человека, и на документацию. Но это же деньги. Ну то есть это, грубо говоря, вы могли бы заниматься более полезными вещами, нежели постоянно переделывать манки. Ну никто не говорит о том, что мы постоянно как бы переделываем документацию, у нас есть и другие рабочие процессы, поэтому это как бы полемика, я думаю, уже на следующий раз. У нас было написано регламент оформления баг-репортов, на который у меня ушло, наверное, минут 10-15. Действует по сих пор. Да, он до сих пор актуален, его ни разу не меняли, и он существенно экономит время. То есть когда к нам приходит джуниор, нет необходимости джуниору объяснять, как правильно оформлять баг-репорты. Он просто идет на эту страничку в конфлюенсе, изучает ее, потом смотрит пару ссылочек того, как это делают коллеги, паттерн усваивается, и он прекрасно работает дальше. Дешево, сердито. 10 минут намного дешевле, чем в условиях того, что с момента того, как этот документ был написан, у нас, наверное, человек 10, может быть, 12 пришло в коллектив. И каждому минимум 10 минут нужно было бы для того, чтобы объяснить это. А то и больше. Так что это хорошая инвестиция. Субтитры создавал DimaTorzok